Мотор! Гей-гей-гей, друзья! Здравствуйте! С вами снова Ярослав Мудроворонцов. Намасте! Приветствую всех! Хочу сказать, что... Напомню, что завтра у нас проводится тренинг, который называется «Как простить прошлые отношения и отпустить обиды». Очень сильный тренинг по вашим просьбам. Мы подобрали максимально эффективный пакет, который включает техники. Это эксклюзивные техники, которые я использую уже очень давно. Также подобраны техники, которые позволят вам через медитацию. Это будет трансформационный коучинг, который трансформирует ваше сознание, ваше ощущение обид, негодований к прошлым отношениям. И поможет вам трансформировать свое состояние в новое состояние безусловной любви. Это то, к чему все мы стремимся. Поэтому напоминаю, завтра, 11 августа, в 18.30. Скорее всего, тренинг будет в центре Киева. Вы знаете, у нас два места есть, но по большой просьбе всех, большинства людей, мы думаем, что, скорее всего, у нас получится это сделать в центре Киева, станция метро Печерская. Подробный адрес смотрите в группе. Окей. Что с собой нужно взять? Как всегда, узнать тетрадку, ручку, хорошее настроение и способность медитировать, быть в этом состоянии здесь и сейчас, забыть оставить позади все свои переживания и настроиться на четырехчасовую работу. Я очень наполнен энергией, несмотря на то, что я продула меня на прошлом тренинге, вот эти кондиционеры, ненавижу эти кондиционеры, но тем не менее, я наполнен радостью и счастьем, желанием дать вам это знание, дать вам эту практику, эту технику, которая проверена годами, проверена на сотнях людей. Я был одним из первых тех людей, первым был мой брат, на котором я тренировал, потому что я на нем проводил, и затем я был вторым, кто тренировал на себе эту технику. Техника, как простить и отпустить прошлые отношения. На прошлом тренинге, как вы помните, ну, для тех, кто не был на прошлом тренинге, мы рассматривали тему, как правильно начинать семейные отношения, мы составляли набор минимальных качеств, мужские и женские, как их составить, и, в общем-то, у вас этапы развития отношений, мы прошли, да, в принципе, у вас есть полная схема того, как нужно строить отношения шаг за шагом. Увидев полную схему, вы почувствовали сами, что этого недостаточно, что есть с чем работать. Есть я, есть мои новые отношения, которые я хочу построить, есть между ними коммуникация, и есть мое прошлое, есть мое прошлое, которое меня не пускает. Стать самодостаточным, и с этим самодостаточностью пойти в новые отношения, полноценно быть здесь и сейчас, посвятить себя новым отношениям, для этого я должен полностью освободиться от старого. Любые старые привязки, неважно, это позитивные или это негативные, если мы обращаемся за ресурсами к своим прошлым отношениям, то мы все еще к ним привязаны. И, как мы говорили раньше, если мы... Мы признак того, что мы действительно отказались от прошлых отношений. Какие? Многие говорят, что да, я простил, отпустил, я простил, отпустил, ничего не держит, там я сказал, давай, до свидания, и мы уже, как бы, разошлись, и мы уже все свободны. Понимаете, одно дело освободиться физически, это самое простое. Если так легко решались проблемы, физически разошелся, все классно, замечательно, супероски. Но так не работает, окей, гайз. То есть мы понимаем, привязка энергетическая, это держит нас, и держит она нас очень сильно. Окей, я пример приведу, что у меня брат, он пять лет прожил с девушкой, и семь лет. Семь лет! Семь лет она ему снилась. Снилась. Каждый почти день, он говорил, причем в таких хороших снах. Хотя, он говорит, я... И когда он просыпался, он не понимал, где он находится, с кем он находится рядом, хотя у него уже была уже другая девушка в этот момент. И они уже жили три года. Окей, он не понимал, или я с прошлыми отношениями, или я вот с детьми и не просыпаюсь. И под этими впечатлениями, что мы продолжаем находиться целый день, люди годами живут в этом состоянии. Это страшнейшее состояние, когда мы не отвязались, не отпустили прошлые отношения. Не так легко это сделать. И поэтому все техники, все знания, которые вы получите, как строить правильные отношения, наполнить себя, стать самодостаточным, пока ты не отвязался от прошлого, куда ты уйдешь? Ты привязан. И привязан очень конкретно. Энергетика это самая сильная привязка, потому что все по-кармически. Если изначально говорить, что мы не должны расставаться, или как бы правильно должны строить отношения. Но, не важно. Факт то, что это случилось. мы сейчас хотим строить новые отношения с нуля, имея новые знания и так далее. Этот факт уже совершился таковой. Мы принимаем, что оно есть. И мы должны делать это правильно, чтобы пойти дальше. Мы должны быть здесь и сейчас. Мы должны полностью обрезать свое прошлое, отпустить, пожелать ему любви и радости, и вспоминать просто как статистику, не обращаясь за ресурсами, не вспоминая, не притягивая его, когда мне плохо или когда мне хорошо. Вспоминаю просто как то, что это было когда-то очень далеко, никак меня не касается и никак не трогает меня. Я абсолютно самодостаточный, полноценный, у меня есть все, что мне нужно для того, чтобы быть здесь и сейчас, быть самонаполненным. Когда я стал самодостаточным, я тогда могу идти вперед дальше. Окей? Но для того, чтобы это произошло, опять же, я должен обчиститься, отпуститься от прошлого. Ничто не должно меня держать. И вот как это сделать, друзья, мы рассмотрим на нашем завтрашнем тренинге, который я люблю этот тренинг очень сильно, потому что трансформация обладенная. Какие студенты до начала и какие вы становитесь после этого, но земля и небо потому что вы видите «Эй, свет в конце туннеля, теперь-то я знаю, как я это могу сделать». И это замечательно, это меня просто-просто радует. Поэтому я жду, не дождусь завтрашнего дня, чтобы вы также будете рады, наполнены этим счастьем. И у вас будет возможность вооружиться с тем предыдущим техникам, которые мы изучили и те, которые нам еще предстоит изучать. Вы можете быть готовы начинать уже новые отношения. Окей? Все, друзья, завтра 18.30 заходите в группу. Группа наша ВКонтакте это «Веда дом лайв…» Короче, проще, зайдите просто, зайдите проще на мою страничку «ведадом.com». Окей? Набирайте веб-сайт «ведадом.com». Вы переадресатся, вы попадаете на мою страничку ВКонтакте, там есть посты «Ярослав Мудр Воронцов». Если меня кто-то захочет найти по имени ВКонтакте, нужно полностью набирать «Воронцов Ярослав Мудр…» Только не мудрый, да, там мудрых очень много, вот, а я пока еще не мудрый, я пока только мудрый. Окей? Все, друзья, увидимся завтра. Ярослав Мудр Воронцов. Больше информации о нашей деятельности, о том, что мы делаем какие-то тренинги, мы проводим, пожалуйста, обращайтесь на наш сайт www.vedadom.com И я всегда желаю вам любви, радости, счастья, любите себя, любите своих близких, так важны нам, любите все вокруг, и любовь вернется в настоице. И намасте, 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 это значит «Я преклоняюсь перед Божественным к тебе». Мне многие спрашивают, почему я говорю «намасте», окей? Это мудра, это волшебно-саскрытовская мудра, которая написана на тренинг-славянском языке санскрит называется, и она означает, что «Я преклоняюсь перед Божественным к тебе». Металлскеза, серьезная скеза, увидеть, попробовать увидеть в любом человеке Божественную любовь, несмотря на кто, какая форма. Все, я заканчиваю, слишком много говорю, намасте, до свидания, увидимся завтра, друзья.